приветствую вас на канале фан клуб total war с вами кос продолжаем играть в ремастер рим тотальная война фракция карфаген 21 серия напомню уже идет вторая глава война с римом и так в конце прошлой серии мы провели сражение около таранта и его осадили соответственно штурм будет после перехода хода вот но по-моему нужно сдавать я уже все приказы здесь раздал как мне кажется мой повелитель небольшие мелочи тут конечно остались еще но так то какая мне еще пришла мысль перед началом записи лидер фракции 58 лет у него 10 влияния если мы его выведем из города видим да как сильно падает общественный порядок соответственно нужно будет готовить смену и это нужно будет наместник с высоким очень высоким влиянием вот если мы сделаем такой хит парад жалко что здесь еще и умершие присутствует ну ладно а как их и убрать никак так вот давайте смотреть следующее повлияние идет преемник целей салды он у нас как раз пошел на арбонию с набегом но он тоже немало 48 лет вот так товарищ тоже помер гамалькар возраст 33 три влияния ага у нас лептис магна триполитании есть еще это помер но остальные вот видите там например фиак 60 лет 40 лет в общем что я думаю думаю я следующее что надо подготовить молодого администратора не администратор даже а авторитетного наместника влиятельного давайте по возрасту сделаем адмит самый молодой у нас грязные мысли минус один от влияния гибкий где у нас он находится он находится в карфагене вот из него и нужно лепить будущего влиятельного наместника адмит давайте перейдем вот сюда и найдем его здесь вот он и попробуем его снабдить спутниками которые дают влияние так ну прежде всего библиотекарь можно кстати забрать у того же будущего правителя по-моему это будущий правитель не важно подтвердить биограф биограф находится среди солны давай заберем подтвердить сбивается как и еще мы можем герода взять давай сейчас мы подготовим товарищам ну в общем все да все плюс он еще будет здесь получать образование поскольку здесь академия скрипторий а вот чтобы построить лобус лобус магна улучшает общественный порядок за вызванной законностью 15 процентов разблокирует новые характеристики сторонники великий город великий город или выше базар 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 нет это не то Великий базар нужно будет построить Не понял У нас же есть Великий базар Блин, что-то я Туплю Вот Базар Третий уровень Он доступен для строительства Может я его добавил сюда, я его не вижу А, вот он сейчас достроится Великий базар Тогда мы это все отменим И на следующий ход заложим здесь Академию Лудус Магна Неправильно прочитал, что ли Великий город или выше Скрипторий Великий базар или выше Большие школы притягивают мудрых ученых Способных передать свои знания Всем потенциальным лидерам Которые знают Что для достижения величия Нужна не только крепкая рука, но и острый ум Такие образованные Образовательные учреждения Встречаются только в самых крупных городах империи Предоставляют великолепные возможности Для обучения правящей элиты Ученики этих школ Будут иметь неплохое Представление обо всех областях знаний Включая искусство ведения войны И управления государством Города с такими школами всегда процветают Потому что у них очень много Талантливых и образованных людей На это расчет Так, ну ладно Давайте сдадим Брут атаковали нашу эскадру Из пяти терем Три рем Двумя теремами Одной беременной Ну они проиграют А, они ушли в ноль Прикол Они пытались выйти из блокады Давайте все разумно обсудим Давайте вы пойдете лесом До скорых встреч Август Пилигон Пилигон Давай Давай, давай, давай Открывай Блин, не хочет, зараза Я забыл совсем про Галов А у меня Человек, который на эти цели Умер Дипломат-то нет Давайте сейчас посмотрим Как раз Значит, тип Дипломат И он один остался И он вообще Хрен знает где Сколько тебе лет? 69 Вряд ли он доедет Куда-либо Да А, здесь нет наместника Все, дипломаты я заказал Давайте смотреть Сообщение Так, в Карфагене Великий базар Мы меняем Сменяем на Лудус Магна Лудус, что такое? Магна Это что-то великое В общем Строим На Пальме Построилась Наконец Гильдия Корабелов Здесь есть Наместник Вот он Хирам Менингс Базар Базар Ну и наверное Налог Чуть-чуть Поднимем Хватит уже Так бурно Развиваться В Кордубе Публичные Бани Сменим На Базар Что-ли? Давай Тут тоже Академии Всякие И местный Наместник Будет тут Тоже Образовываться Образование Включать Так Что там еще Это было Наим войск Все Дальше Ростофен Что он дает Таланту И Управлению А Ну это сюда прилетело Отлично Там передавали Нет Герод Влияние Это вот На молодому человеку Влияние Уже Видите Накидали Три Отлично Библиотекарь Отлично Все это Прекрасно Так Бежал Зараза Дом Юлиев Шпион Умер Где? Ага Понятно У нас тут Много шпионов Не страшно Так Так Ну давайте Приступим К Взятию Таранта Там один Отряд Когорта Легионеров Ну давайте По-быстренькому Сделаем это В тактике Часть сниму Часть не буду снимать Встретимся В тактическом режиме Пока башни идут к стенам Давайте посмотрим на римский город Он прекрасен Что тут есть Ипподром есть Ну защитники На центральной площади Единственный отряд Арена есть Дворец проконсола Площадка для катапульт По-моему третий тир Да ладно Уже дошли У ёпта Казарму не увидел Вот они наверное Армейские Ваши осадные башни достигли стен Теперь враги не смогут больше прятаться за своими жертвами Отлично Поприкольнее сделано Чем у нас Мы в Карфагене смотрели Тренировочные всякие штуки Тут оружие стоит Ваши осадные башни достигли стен Теперь враги не смогут больше прятаться за своими жалкими стенами В общем город нормально развит Четвертого уровня поселения И практически все построено Пошевелитесь Покосаный отряд Наверняем его в сражение Так ну ладно Я это все вырежу В принципе понятно Буду сейчас быстро башни захватывать А потом буду подходить к площади Посмотрите какая красота Вот что такое ремастер Это вот залив Как раз вид побережья Торонто Так ну у меня тут потихонечку все Будет двигаться к центральной площади Опять же подрежу Подрежу Так ну что-то начинается Здесь у нас кутарь Это слабое звено Готовьте пилумы Ответочка Готовьте пилумы Готовьте пилумы А лучше Ударить Готовьте пилумы Так и не бросили Когорты легионеров Прикольно смотрится Конечно Вот у Брутов Одни видите Белые одни Легионеры Потому что нанимались В Италии Будете бросать Я не пойму Почему вы не стреляете Атаковать Прикольно Готовьте Готовьте Крепкие солдаты Крепкие солдаты Ну в общем все Завершить Встретимся на карте Победа за нами О могучий Это земля наша Уничтожаем Уничтожаем всех Так будет проще Ну вот прям сразу Вижу здесь Третьего Уровня Все кроме казармы Казармы четвертой Большая удача Прям вообще Невероятная удача У нас теперь И здесь Войска Элитные есть И здесь Плюс у нас смотрите Анагра появляется Это упростит Вообще задачу Штурмов Прекрасно Чудесно Так видимо Торговца не было Следующая цель Будет кротон Там три отряда Два из них Ранее когорта Так мы сейчас Вот что сделаем Все это Пообъединяем Мой повелитель Могу сразу Так вот сделать Приказы Поселение Посадит Господин Мой повелитель Марш Мой повелитель Мой повелитель Могучий полководец Господин Уходим В общем Этого достаточно Я думаю Других войск Я здесь не вижу Корабли готовы Ставить паруса Пока не вижу Так давай здесь Значит Да мой господин Да мой господин Готовый поднять Готовый поднять паруса Тюрема Тюрема Почему не хотят Объединяться Непонятно Так ладно Войска В первую очередь Корабли Кстати А с кораблями Что здесь Так Здесь А посмотрите Здесь появляются Тяжелые пельтасты С доспехом Три Но они Были бы Актуальны Если бы Не скутари Да Да у скутари Всего два снаряда Но у них и сильнее бросок У них сильнее ближний бой У них сильнее вообще все Хотя защита Защита одинаковая За счет навыка Навык хорошего Этих пельтастов Мог прятаться В высокой траве Лучше Улучшение Против слонов И колесниц Быстро двигаются Могут устраивать Подкопы Но посмотрим Так Так Что я думаю Здесь надо будет поставить стрельбище Четвертого уровня Четвертого уровня Если оно есть Нету Вот Что нам нужно А Оно строится Только Поселение Другого уровня Великий город Требуется Ну окей Вот эту конницу Мы отправим в капы Она по-моему в капы У нас Набирается Да Тяжелая конница В капы Так Не хватает Шага для перехода Ладно Это пока игнорируем Они ничего не везут Потом его сюда закинем Так Вот тут у нас Блин Сколько же здесь Армий И вот еще Идут И идут Вот посмотрите Такие армии разбивать Одни легионеры Даже без генерала И вот Для этого я и правила и вел Без переправ Битв Оборонительных на переправах И без удара во фланг В тыл Конницы В противном случае Было бы легко Это все складывать Но хочется Реально Чтобы эти армии Действительно представляли Из себя Крепкие орешки Ну блин Так и будет Я вас уверяю Так Поэтому я так тщательно Готовился сюда Возможно Кому-то показалось Это очень медлительно Через чур Осторожно Ну вот так Зато есть результат Так Здесь Тоже ставим Башни Возможно Несколько лестниц Ну вот так Вот сделать что ли Или Или так О Одна башня И четыре лестницы Меня это устраивает Наемников нет Дам я им На всякий случай Один отряд Болярцев Может все таки На одну башню Разменяются О Две башни Две лестницы Порядок Вот А здесь мы наймем Что-нибудь В один вход Пунийский пехот Отряд Вот так вот По строительству Какой здесь храм Да никакой Считать Стильщик Меркурия Сразу сносим Здесь высокая Торговля На торговлю И ставим Светилище Мелькарта Вот так вот Так Здесь Корабли готовы Давай тоже Пунийской пехоты Один ход Он нанимается Это меня устраивает Так Здесь прибыли Подкрепления Корабли готовы Так Ты шел усилить Флотилию Да Это важно Корабли готовы Готовы поднять Парусы Этот мощный флот Идет в Адриатику А может быть Даже и не надо Ему туда идти А разделиться Здесь Да Готовы поднять Паруса Готовы поднять Паруса Ставить Паруса Корабли готовы В атаку Победа Готовы поднять Паруса Это очень хорошая Подспорья Это уже пойдет На Рим Однозначно Сюда я их поставлю Подгоним Трием Так что здесь Ну здесь Чума прошла Походу Да Можно переобучить То что переобучится Так вот И давай Заведем Басальто Миссану Что-то там Порядок не очень Нормально Теперь Еще у нас Задача Отправить Гвардию Приемник Для этих целей Сюда я приплыл Забирай Корабли готовы Так Держи курс На Капу Потом Починимся Ничего страшного Корабли готовы Корабли готовы Так Наместника Сейчас нету Корабли готовы Но все равно Корабли спрячем Да Великий господин Так Вижу Флотилию Да Мой господин Она Представляет Для нас Угрозу Мы ее Атакуем Один корабль Римляне Потеряли Обратно Так Потихонечку На этот театр Переходим Давайте посмотрим Что тут Здесь никого Где-то он здесь Значит Вот он Попался Готовимся И вот И вот еще Тут Готовый Поднять Порос Мой господин Ну ладно Да Мой господин Так Это на Переобучение Пришли Давай еще Одну тюрему Закажем Флота Очень много Но зато Мы Обеспечиваем Безопасность Наших островов Берегов Так Готовый Поднять Паруса Готовый Не потерялся С радара Вот так Сделаем Готовый Поднять Паруса Так Здесь я Пожалуй Один кораблик Оставлю Готовый Да Ставить Паруса И вот так Сделаем Такое ощущение Что римлян Здесь нету Ну действительно Римлян нету Давайте возьмем В осаду Встает Так А что там Каменные стены Это Третий уровень Поселения Скорее всего Господин Очень слабо Горнену Вспомогательная Пехота Мечники Копейщики Луком Алей Луком Алей Мой Повелитель Подкопы Подкопы Я тоже Не буду Здесь Использовать Я буду Может быть Использовать Там Где Большие Гарнизоны Будут Здесь Обойдусь Башнями Армия Большая Четыре Башни Вполне Даже Еще Одну Лестницу Хватит Даже Может быть Так Наемники Присутствуют Ну вот Мы уже Как-то Вдвигаемся С другого Конца Понятное Дело Что Держать Побережье Вот так В смысле Что Обезопасить Себя Это На самом Деле Усложнить Еще Оборону Потому Что Придется Держать Большие Воинские Соединения Точно Тут Пипец Они Как Все Полезут Представляете Отбиваться Вот Поэтому Проще На море Блокировать Корабли Перехватывать Чем Соответственно Держать Большие Воинские Соединения На протяжении Всего Побережья Такой Фронт Пипец Так Здесь Я думаю Что мы Можем На следующий Ход Отправиться Отправиться Да Мой Повелитель Вперед Готовый Мы Можем Сейчас В принципе Отправиться Че там Слабенькое Что-то Да 65 Да Это Еще Не Слабенькое Готовый Да Мой Господин Корабли Готовы Да Мой Повелитель Да Мой Господин Плыви Сюда Да Мой Господин Да Мой Господин Готовый Поднять Готовый Поднять Буруса Вот так Ну будем считать Что он был здесь Дал приказ Просто я думал Что уже стоит Или она скорее всего Стояла Но сбилась Когда я объединял Корабли Что-ли Что-то такое Да Мой Господин Так Потихонечку Перешел К Испании Поставлю Здесь Дороги Приказы Так Я Армию Привел К Нуманце Но на самом деле Мне кажется Нужно ее поставить Где-то здесь И она будет У меня В зависимости От ситуации Либо Перекидываться Сюда Либо туда Ну короче Все правильно И будет Управлять У меня провинциями Тут Еще пока рано Ничего Строить нельзя Тут тоже И здесь Здесь я хотел Что Поставить Подсветочки Тут тоже Поставим Так Кордубу Мы заложили Новый Карфаген Вот Новый Карфаген Скоро Построиться Надо будет Тоже Здесь Наместника Прислать Демидии Строятся Здесь Еще Пока Нет Цир Заложил План Строительства Ну все Вот так Потихонечку Мы перешли Уже До Лептисмар Мы тут Тоже Ждем Так Ну Мидия Вообще Застыла Ничего Не Делает Ладно Так Один Только Допло Торговец 383 Нас Не Интересует 1400 Это Хорошо А вот Пальмира 1200 Нет Тогда Ты Идешь Мемфис Да Нам Нужно Увеличивать Товар Оборот И Вот Эти Корабли Я На Крит Отправлю Пускай Они Разведут Что там Ну я думаю Что греки Именно только Здесь остались Хотя Если я ничего Не путаю Это Ребельский Город Остров А ну наверняка Его захватили Уже Просто Версии больше нет Где могли Остаться греки Кроме как На Крите Так Ну вроде Все Давайте Сдавать Итак 35 минут Ну вот Как раз Наместник Атаковали Но Думаю Все будет Хорошо Блин Один корабль Потопили Это было Страшно Блин Еще Не в ту Сторону Давайте Все Разумно Обсудим Да Только Мне нужна Еще Торговля Отлично Ну и все Тогда уже Дипломат Не нужен Сюда Зараза Ушел Ну ничего Мы его сейчас Тут Вычислим Живучий Оказался Гад Ну ничего Пришлось Вернуться Свет В коридоре Забыл Выключить Так Давай Чик Чик Мой Повелитель Ну еще Тогда Теремочку Теремочку Приказ Так Здесь Какая мощная Эскадра Готовы Поднять Паруса Отставить Корабли готовы Не топится Скотина Мы победили Да Мой господин Готовы поднять Паруса Так Ну теперь Считаем Денег нормально Привалило Новый карфаген Лобное место Здесь Нет наместника Но мы сделаем Хитрость Мой повелитель Приказы Разделить войска Вот так вот Приказы Уходим Тарант Так Давай здесь Еще О Лучники Подожди А как же Я тогда Не увидел Они уже Доступны Короче Три отряда Мы можем На армию Короче Лучника Будем брать Это однозначно Не увидел Но там Пехота Все равно Была нужна Так Ладно Скифы Юли Союзники Девятера Так Сразу Заведем его Все мои Что Я посмотрю Что можно Сделать Все мои Нормально Жду Вашего Приказа Жду Вашего Приказа Жду Вашего Охренеть Сколько тут денег Я вообще Ну-ка Сколько вообще У меня Торговцы 9 770 Почти 10к Приносят Без Всяких Стояний С риском На ресурсах Вот так Тут даже Пурпурная Краска Есть А столицей Что Является У них Александрия Понятно Греки Так Да Мой Господин Да Великий Господин Господин Ставить Паруса Господин Марш Так Ну давайте Начнем Со штурма Здесь что В Тарренте Что еще Поставить Храм Вот этот Или это Ну давай А здесь Корабли Чинить Да Сколько Пять ходов Нет Давай Сначала По мелочевке Вот этой Все пройдемся А потом уже Потом уже Посмотрим Дороги В принципе Не обязательно Здесь Жалко Римские Дороги Нам не достались Но мы Включим Так Начинаем Что Здесь сопротивление Будет Побольше Много Храбрых Солдат Увидели Сегодня Восход Сколько Из них Увидит Как Солнце Садится На западе И Сколько Наших Врагов Уже Молится О Наступлении Ночи Все Отговорился Так Подрежу пока Всю эту расстановку Так Ну собственно Начинаем Стенах не вижу Вообще Противника А Вот Отряд Это Копейщики Вспомогательные Ранний Когорт Легенев А где Еще Вот Еще Одну Ранний Когорт Они Будут Наверное Сейчас Отступать Вот Средневековье Два Тотальная Война Там Лестницами Можно Бегать А Время Нет Шагом Идут Ну Как бы Разницы Они Дольше Будут Преодолевать Расстояние До стен Соответственно Больше Потерь Нести Какую-нибудь Башню Какую-нибудь Не сожгут Наверное Сразу Одновременно Две Работают Видите Моя Не Не Здесь Жестко Конечно Хоть Башню Прикрывает Они На башню Стреляют Здесь Нет Ваши Осадные Башни Достигли Стен Теперь Враги Не Смогут Больше Прятаться За Своими Жалкими Стенами так тоже подрежет очень будет долго будут лезть потом буду башни захватывать так но мы вот переходим к стадии где уже я спустил отряда завел в город различные подразделения сейчас вот и иду в принципе по одному направлению в сторону центральной площади пехота пехота вперед марш врачники вперед уходим пехота готово пехота быстрее быстрее пехота 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 ну что вы не бросаете то Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Боги, ну и глупцом же был вражеский полководец. Он пожертвовал собой вместо того, чтобы вести свое войско к неминуемому поражению. Играет музыка. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... А почему? Потому что они не построили в Италии имперский дворец. Продолжение следует... А я прошел там, как ножом по маслу. У меня стеки были, одни тяжелые гоплиты, несколько отрядов спартанцев, ну и там какие-то еще войска поддержки. И при том, что я во всех завоеванных провинциях, столицах сносил всю военку, вообще все военные здания. И все равно очень быстро достиг задачи. Ну там задачи были захватить все прибрежные провинции морей Средиземного и Черного моря. Все это забрать. Без углубления. На континент. Ну кто смотрел, кто-то наверное помнит. В стримах было. В этом плане это прохождение гораздо... Упорнее, интереснее проходит, на мой взгляд. Рафаген, конечно, не Греция. Хотя тоже по-своему сильная фракция. Но она прикольная, она в своем стиле. Ни на кого не похоже. Встретимся на глобале. Пипец, вообще тут с порядком. Да, уничтожаем всех, нахрен. Тут поскромнее, я смотрю. И тоже они что-то ничего не строили. Светилище Меркурия. Но военка отстроена. Так, а этот у нас регион тоже, по-моему, очень... Нет, он средний. Короче, не будем здесь... Особо... Голову ломать, светилище Павла. Оставим в качестве гарнизона. Мойска. Ну, я тут все без наместника, да, сделал. Но все равно я предполагал, что он вернется сюда. Ну, вот Болярцы, наверное, больше будут мне не нужны. Теперь я буду использовать лучников. У них и дальность выше 170. А у этих 120. Слабее поражение, но... Тут они могут стоять в третьем там ряду и постреливать все спокойно. Так. Подожди. Вот так вот. Хорошо, что в Тарантии все есть. Ну, вообще, и в Капу, и Тарантии мы пехоту будем пополнять. Это вообще замечательно. Так, пустые. Потоп. Как доставляют такие... ...страйки. Ну, да, редко, вы же видите, да? Так, а подожди, у нас тут... Ага. Ну, кроме храма здесь, понятно, ничего построить уже нельзя. Корабли готовы. Готовы поднять паруса. Приготовиться к бою. Море ваше, о великий господин. Готовы поднять паруса. Тоже здесь пополним отряды. Ставить паруса. Я выполню любой приказ. Готовы поднять парус. Корабли готовы. Мои уши ваши. Корабли готовы. Корабли готовы. Да, мой господин, ставить парусаж. Да, великий господин. Контрразвездка. Покидай кара. Готовы. Иду. Мои уши ваши. Никто меня не увидит. Готовы поднять паруса. Вот так вот. Ну и будем посматривать, что здесь как. Корабли готовы. Приказы. Да, Рим будет тяжело брать. Но мы по-любому пойдем на Рим. По-любому. Я не знаю арту собирать, не собирать ее заранее. Нанимать. Посмотрим. Но это будет упорное сопротивление. Блин. Очень много там всего. Поэтому мы всех вообще свистаем наверх. Да, великий господин. Да, великий господин. Так, что у нас там в Сицилии? В Сицилии все хорошо. Корабли готовы. Готовы поднять паруса. Да, великий господин. Да, мой господин. Корабли готовы. Да, мой господин. так это мы уже да это мы уже делали здесь гарнизон уже более менее образовался мой повелитель так здесь у нас правитель присутствует вот он все верно на медиа базар нанимается напомню на слонов ограничение любых слонов на армию 3 бронированные слоны только опять же полководством шести звездами и правительство и его приемнику доступны так здесь у нас приказы но здесь можно план застройки сделать небольшой вот так вот достаточно могучий полководец могучий полководец мой повелитель нет больше смысла здесь нанимать войска и гнать их наверх мой повелитель вперед строим башню уходим корабли готовы готовы поднять паруса ну вроде все да давайте на финал я как раз берег взятия нарбона мартия что там у нас напомним вспомогательные вечники и копейщики и лука малей приказы сегодня подходящий день для смерти и если нам суждено умереть давайте погибнем с честью пусть как можно больше наших врагов заводят сегодня загробном мире так расставлюсь суда лестницу нельзя поставить пикет пиките конечно вообще всего видите вот на всю стену может поставить одно только осадное приспособление ну и конечно посмотрите какая красота там где-то вдалеке наш флот такой вид на долину дальше вот это горная гряда офигенно ремастер не велит невероятно красив просто невероятно не уставил их схищаться смотрите как красиво какие-то еще следы варварской застройки остались но так то конечно преимущественно здесь все римская ну вот они мечники вспомогательной пехоты мечники видите место копий не гладился ваши осадные башни достигли стен теперь враги не смогут больше прятаться за своими жалкими стенами потише на храм юпитера все дошло вроде ваши люди с лестницами достигли стен пусть боги обрушат вражеские укрепления так они отступили я это сейчас все ускорю и потом включу камеру так в принципе началось я завожу здесь пехоту ближнего боя захватил везде стены ну копийщики видите вот разные потери вот этому отряду достался от обстрела вот а это вспомогательных копейщиков расстреляли их их же башня сейчас будем их заводить сейчас будем их заводить сейчас будем их заводить и гавча выполнены Продолжение следует... А, здесь кавалерия, да? Я что-то подзабыл про это дело. Так, вам пока тоже вырублю. Время, посмотрите, 18 минут осталось. Блин, надо было стоя. Блин, надо было стоя. Вражеский парководец был убит. Теперь мы увидим, насколько храбры его солдаты. И кем был убит? Скутарем. Он вообще где-то здесь был. Кстати, хочу посмотреть. Доспех 8. Ни хера себе им накинули. Больше, чем моих копейщиков. Ближний бой 7. Майскутари лучше дерутся. Но у них улучшение есть одно. Ну ладно. Майскутари лучше. Майскутари лучше. Майскутари лучше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... информации нету далее какие тут войска ну в общем какие привел такие здесь есть давай все переобучим здесь кузни до 2 уровня до еще что здесь у нас к корабле двух видов давайте здесь торговцы что наймем то что-то я как-то торговцев вообще забил да на это дело мне кажется нужно в манси нанять торговца так но я забываю что что я забываю что нужно нужный правитель чтобы это дело нанимать так фоса кивить мы не можем нанять просто затемнено уже взяли на службу максимально для этого поселения к этих агентов здесь можно а мы еще в кельтебери отлично можем здесь короче вот так вот сделать даже и наймем так ну а галец у нас находятся и шмана маш назовут же тоже не можем трудиться уже ну-ка в кордубе можем видимо здесь два можно по-моему базар же построил здесь не рынок пишет тоже очень богатый регион так а новый карфаген можно будет но мы это сделаем когда здесь кто-нибудь будет из администрации представители карфагенской империи могучий полководец ну вот собственно 21 серия была самая продуктивная с точки зрения завоеваний окрасили полностью не с италии высокую блучок все теперь белое зашли мы нарбонию в галлю ну так потихоньку будем клещи сжимать сжимать да думаю что ближайшие серии это будет компания непосредственно в италии здесь скорее всего я стану в оборону но будем смотреть не хочется выходить с британии на границе вот трансальпийской галле тут массилия и кстати удобно оборонять будем смотреть по ситуации просто армии которые находятся здесь они слабые достаточно здесь нету продвинутых 4 уровня казарм вот основные наши легионы сильные будут идти как раз со стороны рима и основной эпицентр боевых действий разумеется будет здесь это очевидно да но вот на такой победной реляции мы закроем 21 серию вам приятного вечера прекрасной игры в любимой тут увары скоро услышимся пока пока